Всем привет! С вами канал KOTCHANNEL. В этом выпуске я сделаю обзор ВОЗМИУ-21-21-21 ФС. Вначале я покажу, какие огоны можно остановить на данной внедорожке русского производства. Задний пампер. Вот так это выглядит. Давайте я поближе покажу, максимально ближе. Вот так выглядит. Банпер, ничего такого. Для перевозки каких-то вещей. Котовки и то, что есть на крыше. Далее. Уфроу. Это у нас ремонтные очки, которые дают две встречи. И вот такой вот спойлер. Банпер задний я не могу установить. Это тоже не могу установить. И еще есть других три вида колес. Вот это вот стандартно. Теперь у нас вот немножко увеличенное, немножко пошире. Внедорожные колеса. Да, действительно, заметно, что это внедорожные колеса. И вот четвертый вид. Тоже очень хорошие колеса. И я буду ездить на четвертый. На четвертой виде колеса. Итак, поехали. Есть у нас, наверное, камера от первого лица. Если есть, мы заглянем на минутку. Вот. Вот и вся камера от первого лица. К сожалению, салон мы особо не можем рассмотреть. Салон у нас белого цвета. У данного ваза 21-21. Колоночки сзади видно. Вот панель мы видим. При нажатии кнопки клавиши мышки портится этот вид и нужно возвращаться обратно. Давайте еще раз вернемся. Что же поделать, раз такой вид, плохой у нас, к сожалению, управлять. Вон мы видим короткую передачу. Смотрим, как передачу. Не знаю, зачем они на течке. При уваживании, у вас тут смотрят, видимся. Видим радио. В фанельную. В подпанели. Заговорился. Ну вы поняли о чем я. Итак, ладно, поехали. Полноценного вида от первого лица нету. Но все же. Если вот так подъехать с такой камерой, тут довольно интересно получается. Деференциал очень расключал. И немножко давайте поговорим о каких-то характеристиках. Пока здесь мы катаемся и вы смотрите, на что способен по нашему сырому пулю здоровью. Похорняв не грязи, там, внедорожный. Начали его выпускать с 1993 года и выпускают по нынешнему времени. Колесная база 4х4. Это полноприводный внедорожный просто. Двигатель. Три вида двигателя есть. 82 лошадиных силы и два двигателя по 83 лошадиных силы. Максимальная скорость автомобиля развивает до 130 км в час. Имея топливный бак 65 литров и расход топлива в среднем 10 литров на 100 км. То есть запас хода у нас примерно плюс минус 600 км. Также давайте еще поговорим о его багажнике, потому что это внедорожник. И еще дверный, длинный, хороший внедорожник. Багажник от 420 литров и до 780 литров. Это если, естественно, разложить уже задние сидушки. Вот такой вот внедорожник 5-ступенчатый и механический. Механическая коробка передача. Собственный вес у него 1350 кг. Максимальная взлезоподъемность 920 кг. Сейчас я вот еще не включал конференциал. И мы потихонечку, потихонечку, медленно, но уверенно проезжаем брод. Это обновленный мод в Spintarius. Недавно вышел. Ранее был уже в ВАЗ-2131, если я не ошибаюсь. И так же самое делал обзор этого мода. То здесь он выглядит намного по-современнее. Может быть, он чище, покрашен так красиво. К сожалению, еще водителя за рулем нету. Но уже в некоторых моделях в игре Spintarius это уже есть. Я думаю, в ближайшем будущем все это будет добавляться. И так уже игра, конечно, сильно изменилась, если говорить о том, что было, даже если взять те же полгода назад. Мы видим какую-то рекламу на заднем стекле. Да, это группа ВКонтакте с модами spintires.tmod.ru Так что, кто хочет скачать игру и моды, заходите туда и вы сможете это сделать. Вот я как раз застрял на этом промежутке дороги, включил дифференциал и мы выбрались. Все очень хорошо. Внедорожник себя просто прекрасно показывает. Она бездорожья и поблизи. И да и ехал через воду отлично. Набирает быстро скорость. Довольно, довольно шустрый автомобиль. Есть автолюбители Lada 4х4. Они постоянно съезжаются, ездят по бездорожью, соревнуются друг с другом. А мы соревнуемся с грязью. Даже с выключенным дифференциалом он практически везде проезжает. Только вот под гору я не сумел выбраться. Но есть у нас лебедка и она всегда может нам прийти на помощь. Давайте еще поездим. Мы видим, что максимальный урон у этого автомобиля разработчики сделали 300 игровых очков. Мы еще на данный момент не убили автомобиль. Сейчас мы снова под небольшую горку будем ехать. Я уверен, что мы сюда уже заберемся. Здесь трудности у нас не должны появиться. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Постоянные обновления у меня по обзорам и тест-драймам автомобилей. В дальнейшем также я планирую сменить и видеопарты, и снимать другие обзоры других игр. И, конечно же, уже в самом лучшем качестве. Там проезжает отлично. Ну, отличный внедорожник. Я думаю, что дальше уже снимать тест-драйв особо нет смысла. Мы видим, что любые трудности проезжают. На этом буду завершать свой обзор. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok